Гравитация И теперь в облаках Точно рыба плывет Столько раз, столько раз Этот сон только снился А теперь наяву Я тебя полюбил Если ты просто так Просто рядом идешь Или просто летишь Над дорогою пыльной Я готов мир простить Он безумно хорош Я с ума не сошел Кто тебя полюбил Я тебя полюбил Я к тебе природнился И теперь в облаках Точно рыба плывет Столько раз, столько раз Этот сон только снился А теперь наяву Все теперь наяву Я тебя полюбил Я тебя полюбил Тянут руки мосты Между сказкой и былью Я тебя загадал В час, когда две звезды Вдруг с орбиты сошли Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я к тебе природнился И теперь в облаках Точно рыба плывет Столько раз, столько раз Этот сон только снился А теперь наяву Все теперь наяву Я тебя полюбил 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 Мы в эфире Михаил Здравствуйте дорогие И пока шел ролик, который нашла где-то в недрах компьютеров Елена Пинчук, я надеюсь, что вы собрались, налили себе чайку, кофейку, может, то на ночь молока с медом, а может, то и еще покрепче. И, наконец, мы собрались традиционно, чтобы услышаться, увидеться, сверить часы на нашем спутнике. Напишите, как слышно Михаила. Привет, друзья! Я тут сижу, регулируя ручки всякие, поэтому пишите мне, как слышно, потому что на тесте писали, что был без звука, хотя у меня звук был. Давайте, у кого что, у кого хороший звук, у кого плохой, быстренько, отмечайтесь и отмечайтесь. Так, Слава, D1, D6, Слава, это был D6, я не такой крутой прыгун. Друзья, поставьте от единички до пятерочки, как слышно кому. Дважды я прыгал, все с D6. Ну, отстойные, конечно. Хотя, может быть, D1 еще хуже, я не в курсе. Вот. Но прыгал и прыгал, летел и летел. Все равно чувство полета есть. Вот. На каком бы ни прыгал в парашюте. Ну что ж, к нам присоединяются тут Facebook, ВКонтакт, Таня Шашкова, Валерий Фигловский. Очень рады. Москва. Слава Катенковым отрисался, Владимир Воданский, Петр Шуневич, Слава Егоров, я сливала. Пене нарисовалась. Елена Кожевникова, Владимир Данченко, надо бы громче, пишет Владимир Данченко. Мария Горбач-Труйску ставит. Пишет тиховато. Сейчас попробуем. Сейчас мы на мастере Ильи Логичев. Ну, кстати, вот, а как меня слышно? Может, там Михаил просто тихо там... И с подтопы ты кому-то? Сдел подальше и там чего-то. Не-не-не, я вижу, что мастер можно поднять. Просто пока шел ролик, было громковато, сейчас... Мастер я уже подняла, да, после ролика. Так. Ну, Гейн, поднимем чуть-чуть. Так, чуть-чуть, чтобы зашкалить. Это грызло все, друзья. Это грызло, да. Это оно. И мы ему спадем сегодня песню. А где Сминовыш? Смиром не вижу. Так, Горелик, добрый вечер. Ксюня, привет. Вот. Очень рады. Надеюсь, что все в порядке. У вас выходной день у всех прошел хорошо. Вот. И я знаю точно, что нас наблюдают где-то... Или не наблюдают люди на московском вокзале. Слава Егоров пишет. Михаил, Елена, привет. Звук можно помощнее, а так все окей. Так, Шашко уже пишет, что на пятерочку. Я думаю, что уже... Ну, я сейчас прибавила, так что... Слава, напиши, как тебе стало получше. Так, а у нас Оля Заславская сидит сейчас на московском вокзале в Санкт-Петербурге. И, наверное, уже зашла в свой поезд. Наверное, сидит в своем вагоне. Потому что он минут через 15 уже должен отправиться у нее. В город. Мишлен, привет. Мы здесь. Хорошо. Крымовый здесь. Привет, Крымовый. Алена Васильевна. Валерий Певснер с нами. Все класс пишет. Владимир Данченко пишет. Оба звука одинаковы по уровню, но общий уровень можно увеличить. Какие А? А, типа твой и мой, да? А, да. Наверное. И поэтому, я думаю, что мы с места в карьер... Сейчас Михаил как заорет. Начнем изображать поезд, который едет из Петербурга в Москву. И это будут наши, так сказать, проводы... Да. Оли Заславской. Оли Заславской. Итак, Михаил Новицкий едет. И привет, Москве. И привет от нашей передачи во все города, даже в которые не идут поезда из города Петербурга. О, все, сейчас нормально пишет Слава Егорова. Спасибо, Слава. Слава Егорова. На полку заброшен нехитрый багаж, уходит до воли знакомый пейзаж. Полынь, полынь, крова молочает, чай, 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 чай. Сытый сплетнями и колбасой, ночным сериалом душою босой. Прощай, прощай, город, прощай. Здесь свадьбы, поминки, решения суда. Бужья импотенты бьют жен, как всегда. Зачем? Зачем? Как тебя приносил. Уплыли деревья и старый вокзал. Пытаюсь припомнить, о чем не сказал. И то, и то, о чем не спросил. Дежурный. Слушаю. Кто вас проверили? Проверили. Опять и повстречалась, учителька грез, и вспомнилась, как в первый раз произнес. Люблю, люблю, сказал ей, люблю. Она раздобрела морщинки у глаз, но некий огонь в них горит и сейчас. Хоть я, хоть я, тот огонь не ловлю. Я ей благодарен за каждый урок, то впрок, каждый шест, каждый взгляд, каждый слог. Она, она, мне теперь как сестра. А поезд мочится меж сосен и гор, и там бурдынится, хоть и вежий топор. И мне, и мне не уснуть до утра. Дежурный. Слушаю. На муфет кефир попресли? Нет. Очень плохо. Возьми пиво. Но вчерашнее. Пойдет. Хотя падай напереде. Плесит в темноте пармляющий глаз. Начало романа или просто рассказ. Финал. Финал. Неизвестен давно. Вот бряха сверкнула. Возник проводник. Умелый читатель. Потрепан их книг. А я, а я. Отвернулся в окно. Вся эта дорога, свободный полет. На сотни комет моё сердце взорвёт. Они, они полетят кто куда. Где Волк? Волк до Кирова. Москва Аркалы. Где Санкт-Петербург? Путем трижды в мире. Где Псков? Где Псков? И где Караганда? Жмельнка, Сумы, Уфа, Вашингтон. Город Ростов, речка Буг, речка Дон. Дунай. Дунай. Дрека Свердарья. Пальмы, берёзы, урюк, лебеда. Я еду отсюда, чтоб ехать сюда. Сюда. Где любовь и друзья. Граждане пассажиры, будьте внимательны. Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург отправляется с пятого пути. Гражданка Ивонина, вас ожидают в комнате матери и ребёнка. Гражданка Заславская, поторопитесь. Вас ожидают в комнате матери и отца. Ничего себе. Благодарим вас, Михаил. Наташа Ивонина подключилась. Наташа, от тебя заявочку не видели. Или мы как-то не заметили, или что ты думаешь об этом? Что ты об этом вообще думаешь, да. Вот. А вконтакте к нам тоже присоединилась Мария Черемных, Тамара Трофимова, Сергей Крымов. Всем привет, пишет. Ксения Горелик, Инна Ильина, Тимур Туктаров, Татьяна Рубяжева, Иван Щучинов, Михаил Соловьёв присоединяются. Вот Александра Смирнова появилась. Сацу в ближайшие 15 минут просьба не петь. Нужно срочно отбежать от компа. Почему? Ах, ну ничего себе. Туалет может. Хорошо. Сацу пропустим, но через 15 минут будет сюрприз. Вот Дмитрий Сергеев нарисовался. Я думаю, что самое время, может быть, исполнить его заявку. Да, Дима Сергеева у нас заказал песню под названием «Жюри». В общем-то, это песня фестивальная, но он заказал её по другой причине. Потому что некие товарищи заседают-заседают, но никак не могут защитить наше культурное наследие. С общества вот тут хлам что-то собрались, да, они попили-поели, подрабезничали. Там ссылочку. Поумничали, наверное. Дмитрий, кинь, да, пожалуйста. Мы как раз сегодня были на Лахтинской, где наши умники сбили брельеф, который посвящён демону, да, который посвящён кому-то, кому-то, шляпину, шляпину, да? По-моему, да. Да, и вот, и уже два года никак они не могут наказать тех, кто это сделал, и не могут восстановить. Хоть прям бери да залезай, сам делай. Я подумаю, может быть, и сделаю. Дело простое. Ну, тут главное, чтобы жильцы ещё поддерживали, потому что дом жил. Повешивались, повешивались эти, как они, памятные таблички и везде, последний адрес людей, которые жили в этих домах. Тридцать седьмой год и расстрелян, тридцать седьмой год и расстрелян, вот, и, так сказать, и не всем жильцам это нравится. То есть есть такие, которые топят за Сталина, вот, и так далее. Хотят уничтожить таблички. И срывают эти таблички, а таблички делают в Эмириал, да, по-моему, и последний адрес. Всё, я всё сказал на эту секунду? И, пожалуй, демон сам вандалов накажет. Нет, он, конечно, их накажет. Я тоже об этом думала, Марьяна. Что он им покажет. Но мы им должны помочь ему. На демона надейся, сам не плашай. Итак, песня от демона сегодня, кстати, будет. Сегодня, друзья, вас ждёт, я бы сказал, сюрприз, я бы даже назвал, Маргарита... Осенняя. Осенняя. Маргарита 2. Так что не уходите далеко. Так, а пока, значит, по просьбе, Дмитрия, Дим, кинь для народа ссылку. Ссылку на тот хлам. На тот хлам, да. И так песня посвящается тем, кто чего-то там журит. А их везде, обо всяких, обо всях полно. Что начинается-то? Ну, что ты там не говори. Ну, что ты там не говори. Тебе не спосла на жюри. Давай волнуйся, трепещи, рукой дрожащую ищи. Аккорд такой, аккорд сикой. Ну, всё, удачи, дорогой. На герри. На дули. Щеки, пузыри. О-о-о, высоковарный мэрик. Давно не пишут, не творят. Зато журят, журят, журят. Пьют на халяву. Идят. Ну, вот он, журик номер раз. По всем приметам, педагог. Найти б я лучше рифму смог. Ну, типа, солнце светит в глаз. Сам написать ничего не смог. Зато сидит и журит вас. А вот он, журик номер два. Болит с похмелья голова. Ждёт с нетерпением гонорар, Чтоб задушить душепожар. А ты так громко здесь поёшь. Не, не, ты точно не пройдёшь. На гель щёки пузырей, Высокопарных мэрик. Давно и пишут, не творят. Зато журят, журят, журят. Пьют на халяву. Идят. Крум, 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 крум. Крум, крум, крум. А вот журиха номер три. По всей стране спешит в жюри. Она везде, она всегда. Её все знают города. Она туда, она сюда. И потому она звезда. А вот журёнок приезжал. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Он год назад, как ты, дрожал. Теперь он грозен и велик. Богоподобен его ли? Он чё это главному шепнул? Он на тебя едва взглянул. Он посмотрел, как на блохо. Поскольку он сейчас, наверху, Надели щёки пузыри, Высокопарный хмырил. Давно не пиешь, не творят. Зато журят, журят, журят. Бьют на халяву. Идят. Ну, я корни взял. Спасибо, Михаил. Это было по просьбе Димы. Димы Сергеева. Димы Сергеева, который спасает наш город. Перегород, особенно в данном случае Токсово, от уничтожения, в данном случае, вокзал. Спасает вокзал. Перед этим они спасли целую башню водонапорную. Ещё хочу сказать, что на нашей лампушке такого жюри нету. Да. На нашей лампушке и жюри только те, кто участвует в лампушке. То есть самый честный фестиваль. А чём сейчас лампушковского запустим? Нет. Нет, ну я просто хочу сказать, потому что вот эта песня прозвучала, она фестивальная. Вот, и что напомнить про нашу лампушку, что должны подавать заявки музыканты к нам, поэты, музыканты. Обязаны, может. Мы ещё принимаем заявки. Вот Серёга-то тут смотрит Крымок, он пока ещё не прислал. Да, а вот Валера Перстнер прислал, он тоже смотрит нас по Фейсбуку, он молодец. Но сегодня мы покажем, ну чуть-чуть попозже, одного участника, который раньше присылал свою заявочку. Вы посмотрите одного из участников. Вот. Присоединились ВКонтакте к нам Алексей Травин, Вера Ковалёва, Наташа Матюшенко, Александр Редлов. Фотограф, эколог. Наташа у нас, я просто, Травин эколог и туристы, Резов, фотохудорник замечательный, Наташа, она вообще на все руки мастерица. Я всех знаю в лицо. Всех своих зрителей. Мария Волушина присоединилась в Фейсбуке. Друзья, делитесь, 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 потому что, чем больше нашего деления, тем шире наш круг, теплее, теплее наше общение. Передачка небольшая. И хочется, можете друг другу тоже писать чего-нибудь, пока чего происходит. Так радостно понимать, что в данную секунду вы тоже вместе сидите и жуете там свой бутерброд или котлету. Попиваете чай, заварили вкусные чайни. Я понял, почему на 15-м Смирнова уходила. Она запила побежала. Да? Да, как пить. Она хочет эту песню про отцацу послушать. Пивко. Да. раз мы про жюри, спасибо, Дима, я думаю, что самое время исключить лирического перед тем, как мы отцацу жахнем, правильно? А она на месте. Ну, жди теперь. Для этой песни надо сделать кое-что такое хитрое. третий цариц и пять бесподобных принцесс. Без шляпок, без туфель и платьев, конечно же, без. Пустав от дворцов образцов образцовых повес, полночной порой спускались в серебряный лес. Пустав от дворцов и платьев, конечно же, не забыли. Кто был там еще, кроме юных, цариц и принцесс? Мы графу не скажем, а то с ним случится эксцесс. Небес не попутал, о, Боже, конечно же, без. Без всяких сомнений до самых, до самых небес. А что за нахал здесь поет эту песенку вслух? Так это веселый с волшебной уфлейтой пастух. Вот песня, в которой особый нашли интерес. Все три цариц, то и кто, еще пять принцесс. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Михаил, спасибо за Ваши царицы. Да, к нам Игорь Фомин присоединился. Привет, можно включить комменты. Пишите, друзья, пишите и делитесь обязательно. Андрей Викторенко, Александра Смирнова пишет, почти угадал, мы не совсем. Я плохо не упоминал. То есть она не за пивом, а за вином побежала. Я понял. Конечно, надо было успеть, потому что 22 у нас все, да? Все. Ничего нигде не произойдет. Да, наверное. Хорошо. Александра готова? Можем уже исполнять ее песню? Наверное, да. Саша, ты готова? По просьбе, Слава Егорова, он пил Падисмертник, пишет. Игорь Фомин, череповец, всем городам земного шара передают приветы. Все города земного шара могут передать привет череповцу. Да, я такую песню знаю, и среди них совсем юнец, череповец, родной череповец. У нас был в институте один мальчик, он был из череповца, и он пел такую песню. Больше я из нее ничего не забыл, да? Ну, честно говоря, у меня где-то есть песня в загашнике про череповец. Вот, так я уже, кроме припева, я черта не помню. Причем там было как бы, немножко издевательски было. Такой красивый весь и чистый весь, череповец. Вот такой, да, как бы, от имени, от имени. Человек, который плохо говорит на русском языке. Ну что, поехали про цацу? Да, Саша Смирнова заказывала нам песню про цацу. Да. Вы видите, друзья, что у нас, Настя, висят из солидарности и флаг Белоруссии. И Хабаровского края. И Хабаровского края, потому что борьба продолжается, противостояние продолжается, людей побили, людей повинтили, но люди не сдаются. И мы, ну, хоть как-то, хотим с душой быть с ними. И поэтому песня от Александры про цацу будет, как бы, так сказать, им приободрением. Про какого-то там... Вот Игорь Фомин поделился трансляцией. Спасибо тебе, Игорь. Давайте, друзья, все поделитесь трансляцией. Это будет очень здорово. Да, тем более сейчас. А как это будет мощно, если вдруг все разом как раз поделятся. И это дойдет до Димы. И сразу Хабаровский победят. Да, дойдет до Димы, а Дима покажет Володе эту песню. Ну что, пора петь, да? Угу. По Москве безлюдной Черный имелин мчится. В нем царек паскудный, Ель и глумится. Все поперекрыли, Вымернула столица. Мало че случится. Путин всех боится царца. Боится царца. И боится царца. По ковру шагает, Сжались ягодицы. Страшно облажаться, Страшно обмачиваться. Руки пожимают, Вражеские лица. То ли палка рухнет сейчас, То ли клепич свалится. Царца. Боится. Царца. Сейчас. Боится. Сам отливаем царца. Деньги и дочурок Сплавил за границей. Мало кто из чурок тут Вздумает, жениться. Титульная нация. На Руси полиция. Где тут демонстрация? Ой! Путин всех боится царца. Боится царца. Боится царца. Боится царца. Не собак, не кошек, не чилик, не птица. Всех арестовали. Путин всех боится. Скоро срок тюремный. Вот он и глупится. Что с таким боится. Все слова боится. Царца. Боится царца. Боится царца. Боится царца. Царца. Мечта от агентов. Только все тупицы. Горе душегубы. Бродят за границей. И друг дружку шпилят. Чтобы распориться. Ни хрена не могут. Даже отравиться. Царца. Боится царца. Боится царца. Боится царца. Боится царца. Я понял? Спасибо, Михаил. Вы услышали новый куплифик в этой песне. Это одна маленькая премьерка была. Это одна. Я думаю, что будет разыщить. Да, мы на это очень надеемся. И мы будем чередовать. Я думаю, что Алена Крымова нам подыгрывала на ударной установке. У нас был недавно концерт для любимых. И наши любимые собрались. И получили все. И ударно отдохнули. Ударно отдохнули, да. Алена у нас дебютировала в качестве ударника. И сделала это все достойно. И талантливо, и легко, и непринужденно. Чего на самом деле, как бы, от новичков... Да, такое слово. От новичков... Новички обычно промахиваются. А тут Алена не промахивалась. Этот новичок сработал как следует. Вот. Давайте споем чего-нибудь такого. Например... Слава Егоров, да. Он у нас заказывал французскую песню. Почему бы нет? По заявке Слава Егорова песня, которая называется «Французская». Слава подсказывает мне новую строчку. «Пынька» стал ей. И с боем травить не боится. Да. Только штат агентов круглые тупицы. «Французская» Лишь весна опять прикажет, Как в лесу раздастся свист. Точно трактор в землю ляжет, Вечно пьяный тракторист. Точно войско в землю ляжет, Прошлогодняя бакла. Я лечу над темным лесом, Есть бумага, есть пейзаж, Мне уже неинтересен этот мир надземный важен. Я единственный свидетель Жутки смерти божества. Все это свадьбы, драки, боль, Но ни погоста, ни моста. И лежит по стойке вольно, В ложе лажит чистота. Это очень, очень больно, Ты бы выжила едва. «Французская» Лишь весна опять прикажет, Как в лесу раздастся свист Точно трактор в землю ляжет Вечно пьяный тракторист Точно войско в землю вспажет Прошлогодняя А2ЖТ 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 А3ЖТ А2ЖТ А3ЖТ А4ЖТ 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 Это была песня, которая получала мне цветов, Крымов тут прислал, Мила Александровская. Да, Саша, привет. Александра замечательно, красивая. Александра, я думаю, что ты можешь послушать. Саша, а ты вам заявочку на лампушку присылай. Я буду считать, что она уже заявку на осеннюю песню, которая Маргарита Два, она такая шикарная женщина. Я имею ввиду заявку на фестиваль, лампушку. Да, на лампушку присылай заявку. Да, вот у нас Сергей Крымов здесь и Саша Тарновская, они еще не прислали заявочки, мы очень их ждем. Закрутил Миша Уз, он у нас теперь француз. Саша Смирнова у нас стихами говорит, это она любит. Кто у нас тут? Ольга Петрова присоединилась в ВКонтакте. Привет, Оля. Татьяна Федорова. Я как раз у меня был вопрос сегодня к Коле, я не смогу не дозвонить. Думал позвонить, но не дозвонился. Ну ладно. Слова Егорова, спасибо. Написал, классно, Сергей Крымов пришлю. Он пообещал четыре раза. Хорошо. Поехали к следующему номеру. Я думаю, самое время чего-нибудь бухнуть. И, наверное, выполнить пора. Спасибо. Класс пишет. Пришло. А, пришлю. А, Слава пишет. Сергей Крымов пишет, что пришлет. Мы знаем, что, возможно, сегодня сидит Таня Шишкова на берегу моря. Слушает прибой. Смотрит нашу передачу. Поймала кальмара, зажарила его на углях. И трескает под хорошее вино. И мы выполняем ее просьбу. У моря, у моря Дыхание ровней Дыхание ровней Дыхание ровней Амбиции тиши И небо видней И небо видней И небо видней И боги поближе И сердцу умиле Все фразы и люди Из прожитых дней У моря, у моря Поют рыбаки Поют рыбаки Поют рыбаки Квантуются волны Ломая куски Ломая куски Ломая куски Что были горами Шлифуют их И способным услышать Диктуют стихи У моря, у моря Кончается бег Кончается бег Кончается бег И горных ручьев И размеренных рек Размеренных рек Размеренных рек И слез грозовых И всех слез Из-под век На море, на море Глядел бы весь век Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С кальмаром Плюс Ой, Миша, все угадал Сижу у моря С кальмаром Плюс 20 Все супер Особенно с такой песней Спасибо большое Каташа Иванова Шлет всем привет Еще что-то такое странное Шлет Да Это глаза он прислал Смотрит он Прислал глаза Вот, Игорь Фомин Браво! Одно из моих любимых произведений Пасан Мумджит Присоединился к нам Михаил Может быть время премьеры у вас Да Чувствую, что у нас сейчас Вы уже разогрелись Мы разогрелись И если все собрались Но еще не очень устали Друзья, сейчас вы будете свидетелями Рождение новой песни Ну, такая осенняя Маргарита Маргарита бывает Весеннее и осеннее Так вот Что приготовились Нарейте, пожалуйста, себе Чего у вас там есть Кто линцан Да Кто Кто коньячка Кто водички Кто чаек И Будем встречать новую песню Я попил Так что Хорошо Давайте А вы напишите потом Я еще не привык От одного до пяти Как вам понравится Я еще не привык Я не привык К этому тексту И она буквально Вчера вечером Да Сформировалась Да Даже сегодня Доделывалась Сегодня Пока мы ходили На открытие таблички Последний адрес Последний адрес Да По дороге Мы ее Чуть-чуть Эрихтовали Осень Шикарная женщина Среди их лет Как балерина Взлетает На парапет Если Ты это не видел А полный привет Осень Шикарная женщина Среди их лет Среди их лет Шабан Предрассудки Отбросим Шикарная женщина Осень Среди их лет Осень Считается Бляд Не считает Купюр Клены Деньгами Сорят Племя Былких Натур Время Прелюдий Иссякло Пора Увертюр Платья С деревьев Летят Будто Нет Кутюр Осень Шикарная Женщина Среди их лет Среди их лет Она вдохновит На сонет И поджарит Котлет Котлет И грациозно Исполнит На весь Минуэт Заши Весьминуэт Очень Шикарная Женщина Среди их лет Давай предрассудки Отбросим Шикарная Женщина Осень Среди их лет Осень Хорошая Осень Она Как весна Она Как весна Давай-ка Вопрос Отбросим Нам Тема Исна Конечно Исна Она Не зеленая Вовсе А Очень Красна Долой Предрассудки Которые Сутки Без сна Осень Шикарная Женщина Среди их лет Среди их лет И только Ленивый Поэт Не напишет Куплет Я тоже Влюблен Я несу Небылицу И бред Тэ-тэ-тэ Про Осень Шикарную Женщину Среди их лет Давай Питрассудки Отбросим Шикарная Женщина Осень Среди их лет Давай Питрассудки Отбросим Шикарная Женщина Осень Среди их лет Осень, шикарная женщина средних лет Как балерина взлетает на парабет Если ты это не видел, то полный привет Осень, шикарная женщина средних лет Давай предрассудки отбросим Шикарная женщина осень Средних лет Шикарная женщина Хочется играть, играть еще один раз, еще двадцать пять раз Но песня закончилась, друзья Мы вас поздравляем с тем, что она у нас есть Эта новая песня И от роду получается день Марьяна Абрамовна пишет Осень модница, у нее много нарядов Наталья Ивонина пишет Браво, Миша Махамбет присоединился к нам Маха, привет, да Стас Шевцов присоединился Класс Махачок написал или просто так присоединился Он смотрит Друзья, вы пишите что-нибудь Пишет с премьерой Отличная песня Слава Егорова Отличная песня пишет И Нелли Набраво прислала Галина Кукина присоединилась к нам Здравствуй, Галя Лана Шляпникова Ольга Грязнова Сергей Крымов написал Что осень шикарная женщина И вот, да Ну, людям понравилась Новая песня наша А не пора ли нам запустить нашего конкурсанта? Мы сегодня вам покажем песню Арны Лейнона Это наш... Лейна Нэнна Как с ней В родитель нам У него такое... Ну... Он вообще... Он не просто Арни какой-нибудь А-А-Арни То есть две А Лейна Нэнна Я долго учил его Обалденный певец Обалденный автор И... Обалденный друг Он не покидает лампушку Наверное, самых первых ее... Привет всем Ну, так что, друзья Посмотрим сейчас выступление Которое на нашу осеннюю лампушку Прислал музыкант из Карелии Из города Стартовала Арна Лейна Смотрим и... Передаем приветы ему Да И хворим Хворим, хворим Потому что... Потому что... Девушки отдыхают... АПЛОДИСМЕНТЫ В октябре повеет утренней прохладой, На озерах станет тоненький ледок. Снова ты нахмуришься, сама себе не рада, Снегом, ветром северным вниз поднимешь в лед. Облака накатятся, и ты будешь каяться, От тебя журавушки улетят на юг. Ветром только дунешь, желтый лист обвалится, Поздно, но спохватишься, говорю, как друг. Может, будешь ласковей, ожидаю встречи. Солнечной я жду тебя через год назад. Встретимся на озере или на бурной речке. Облака накатятся, и ты будешь каяться, От тебя журавушки улетят на юг. Ветром только дунешь, желтый лист обвалится, Поздно, но спохватишься, говорю, как друг. Облака накатятся, и ты будешь каяться, От тебя журавушки улетят на юг. Облака накатятся, и ты будешь каяться, Ветром только дунешь, желтый лист обвалится, Поздно, но спохватишься, говорю, как друг. Разговор с осенью Арни Линонен исполнил на конкурс. Лампушка осенняя 2020. Присылайте. Приблизительно вот так, кто первый раз об этом слышит. Это должен быть один трек, Чтобы все было видно и понятно, Без всякого монтажа, без ничего. Это может быть группа, это может быть один человек, Это может быть целый оркестр симфонический. Но главное, чтобы это было, во-первых, Это должен быть автор либо текста, либо стихов, Либо того и другого. Но и при этом должно быть все одним треком снято. Без монтажа. Нестудийная запись, скажем так. Это наши матры, бардусской песни. Мэтры, да, 60-х. Поздно. Ну что, Маргарита. А уже Маргариту от Синельги. Привет, Маргарита. Ну что ж, продолжаем нашу... Да, пуля. Лапуля, наверное. Лапуля. Ну, приглашаем, продолжаем нашу программу. Я думаю, что самое время выполнить какую-то другую по форму... Нет, мы закончим на месте чудо, да? Да, да. Закончим чудом. Заня Шашкова заказывала стихотворение «Чудо», но мы его в конце исполним. А сейчас мы, я думаю, должны отметить, что сегодня празднует свой юбилей. Одна поэтесса. Да. Близкая нам. Мама нашего близкого оператора. Большинство треков, великое количество треков, которые Лена находит и показывает вам, это Макс Горсков. И сегодня его мама празднует юбилей. Вот, и я, пожалуй, мы так решили, что надо было... А его мама поэт? Да, поэт. И у него такая же фамилия, так зовут по-другому, Наташа ее зовут. Вот. И я на ее стихи написал песню, которая, в общем-то, прижилась в репертуаре и часто ее заказывали. «Обещали лекарства», «Оказалась отрава». «Отрицая коварство», «Отрицая коварство», «Оказалась отрава». «Отрицая коварство», «Отрицая коварство», «Оказалась отрава». «Отрицая коварство», «Отрицая коварство». «Отрицая коварство», 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 «Отрицая коварство», «Отрицая коварство». Спасибо, Михаил. И вам спасибо, друзья. Вот какой семирокий властник Крыл. За то, что вы с нами. Нам с вами очень приятно этот вечер. Я не знаю, у нас Галя Польских сегодня... Она была, да, вначале, но что-то ее не видно. Возможно, тоже плохой интернет у них там бывает в Германии. Я думаю, что... Вот Наташа Ивонина как-то к нам пробилась. Обычно или у Наташи хорошо, или у Галли. Я думаю, что Наташа и Галли по-любому. Видите, мы все население планеты Земля знаем. Особенно Германию, США, Украину, Казахстан и так далее. И, в общем, мы просим Наташу передать привет Гале. И наше поздравление. Потому что позавчера, получается, она тоже праздновала. Вот опять пришла Маргарита. Маргарита пришла. Она празднула свой юбилей. Юбилей. Красивый юбилей. Мы передаем ей поздравления, пожелания. И, я думаю, уместно будет просьбу Тане Шашковой подарить... Всем, у кого были дни рождения. Дни юбилея. Не только юбилеи, но и какие... Да, и не обязательно юбилеи. Кстати, завтра будет юбилей... По-моему, сюда. Завтра будет юбилей у... Знаете, у кого? Фотографа, с которого я со временем вылезал из объектива. У Федечка. Андрея Федечка. Или Федечка. Федечка. Я думаю, что, может быть, с некоторыми из вас мы встретимся там. Всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо, Владимир. Спасибо всем. И поэтому... Последний трек. Последний трек. Ну, последний будет еще у нас видеоролик. Как обычно, Лена, находите... Как обычно, да. Я тут заготовила вам сюрприз. Мир вашим друзьям. Мир вашим близким. Здоровья. И главное, пожелать. Тем, кто борется за свободу, обязательно победы. Победы. Мы должны победить. Ну, что ты, Маргарита, капризнешь? Она хочет пожевать мою руку обязательно. Иди погуляй. Смой песню, Маргарите. Я стихи пока почитаю. Иди, иди. Я понял. У Галли проблемы с интернетом. Мы так и знали. Мы так предполагали. Это грызло. Грызло оно все. Бывает все сразу. Вся жизнь как в тумане. Вдруг струны подпилит завистник. В кармане. Наткнешься на бритву. Умельчает порода врагов. Непогода. Свистит непогода. И крыша течет. Плещет море в подвале. И по традиции. Парус. Порвали. Гартует попса. Лансадрица глумится. Что? Это конец? Нет. И чудо случится. Позвольте заметить, Что чудо случится. В силу желаний. В силу амбиций. Из палок. Из тряпок. Вишневого сада. И в силу хотя бы того, Что так надо. Из пота. Из крови. Из репетиций. Помогут друзья. Небеса. За границей. Закон перепишут. Придет колесница. И все образуется. Чудо. Случится. Пусть площадь пылает. Беснуются люди. Ой, чудо не будет. Ой, чудо не будет. Кто предал. Кто струсил. Пусть чудо простится. И пусть для него это все не блица. Я выйду в трех лицах. Как мастер. По чуду. Кончай суетиться. Не будешь? Не буду. У нас в жилах ртуть. Ни кисель. Ни водица. И вот потому наше чудо. Случится. Есть свойство такое у чуда. Случаться. Внезапно. Когда уж не ждут домочадцы. Когда все забыли, что это такое. Когда все закручено. Гайкой тугою. Герои, волшебники. Поокалили. А те, что остались. Уже не предели. Предатель. Уже получил свои тридцать. А чудо вдруг. Раз. 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 Два. Три. И случится. Спасибо, друзья. Сан Михаил. Спасибо, друзья, что вы с нами были. Поздравляем вас еще раз. У кого дни рождения. И не только. У кого дни рождения. Ваших родственников может. Всем вам это стихотворение посвящается. С покровом вас. И со всеми праздниками. Какие вы праздники. И большое вам спасибо за то, что вы делаете перепосты наших. Анонсов. Наших трансляций. Помогайте нам материально. Нас это очень сильно выручает. Да. Мы вот благодаря вам. Существуем. В общем-то, да. И живем. Пишем новые песни и стихи. Спасибо. А вот видите, почти каждый концерт у нас премьера происходит. Напишите, как вам понравилась новая песня. Мне она очень нравится. Я сейчас даже еще раз пою за эфир. Ну, да. Потренируемся и, может быть, выложим потом вам, как всегда, отдельным роликом эту премьеру. Все, дорогие мои. Не будем больше болтать. Обнимаем с вами. И трек, который Лена нашла, где-то в компьютере. Да. До свидания. До новой встречи ровно через неделю. Через неделю. Пока. Bye-bye. Вот женщина по городу прошла, и волосы поправила рукой, жестом опасно похожим на твой. Моё сверинное начало Поднимает по ночам И ловит запахи, и звуки Ловит здесь и ловит там Оно гудит, звенит и стонет Оно беседует с луной Оно ужасно не согласно Что ты ни рядом, ни со мной Я объяснял, что ты плохая Что всё закончилось уже Что я давно тебя не знаю И не желаю знать вообще Моё сверинное начало Отвечает это бред Оно ужасно не согласно Не согласно, нет, нет, нет Вот женщина по городу прошла И волосы поправила рукой Жестом опасно похожим на твой Жестом опасно похожим на твой Суета Суета Не та Не та Не та, 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 не та Порвал все фото и тетрадь Решил во что бы то ни стало Не вспоминать, не вспоминать Но это лето Эти травы Эти листья Снег и лёд Моё зверинное начало Ассоциации найдёт Ассоциируется немский И крестовский, и большой И стук колёс И блеск и риск Кафе, где были мы с тобой И это музыка И песня И барабанщик И басист И даже строчка на бумаге И даже белый-белый лист Вот женщина по городу прошла И волосы поправила рукой Жестом опасно похожим на твой Жестом опасно похожим на твой Всё это Всё это Не так Не так Не так Не так Не так Моё сверинное начало Его водкой не зальёшь И не заколешь, не закуришь Не задушишь, не убьёшь Как наркоманы ищут дозу Как ждёт рассенье дождя Моё сверинное начало Упорно требует тебя Моё сверинное начало Поднимает по ночам И ловит самохи И звуки ловит здесь и ловит там Оно будит, свинит и стонет Оно беседует с луной Оно ужасно не согласно Что ты не рядом, не со мной Вот женщина по городу прошла И волосы поправила рукой Жесты опасно похожи на твой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин